Недавно у меня спросили о том, что я думаю о кризисе в банковской системе США, который вот прямо сейчас развивается. И я поинтересовался, посмотрел информацию, и сейчас я хочу рассказать о том, что я нашел и как я вижу причины этого кризиса, и что нас ждет в этом смысле в России. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, что случилось в Америке? Сейчас я вам попытаюсь рассказать, ну, буквально читаю вот следующую информацию. Крах банка Silicon Valley Bank, СВБ. Вызвал потрясение в технологические и финансовые отраслях. СВБ был единственным публично торгуемым банком, ориентированным на Силиконовую долину и стартапы. Ну, Silicon Valley Bank – это банк Силиконовой долины, так им переводится. Материнская компания банка СВБ Financial Group объявила 8 марта, что она продала ценные бумаги своего портфеля на сумму 21 миллиард с убытком в 1,8 миллиардов долларов и продаст новые акции на сумму 2,25 миллиардов долларов, чтобы укрепить свои финансы. Это напугало венчурных капиталистов, и попытки привлечь новый капитал или найти покупателя были прекращены всего два дня спустя. Федеральная резервная система США, Министерство финансов и Федеральная корпорация страхования депозитов быстро приняли меры по защите вкладов клиентов и укреплению доверия к банковской системе. Правительство пообещало полностью защитить деньги всех вкладчиков СВБ, и клиенты получили доступ к своим деньгам 13 марта. Перевожу на русский язык о том, что я понял и что я еще прочитал про этот банк. Ну, смотрите, банк Silicon Valley, банк Силиконовой долины, он занимался финансированием в основном стартапов. Что такое Силиконовая долина? Это как раз именно стартапы, то есть самые новые современные технологии, которые, значит, Америка привлекает со всего мира, Америка привлекает со всего мира специалистов, умных людей, естественно, платит им бешеные деньги, и особенно интересуют, конечно же, стартапы. То есть там есть своя площадка. Что такое стартапы? Стартапы – это новые идеи, которые возникают у бизнесменов, у людей, и которые они пытаются реализовать. Они идут, ну, презентуют сначала свои стартапы вот эти вот перед комиссией, но это нечто типа того, что пытался сделать Чубайс своими нанотехнологиями, которые у нас сейчас так сильно ругают. На самом деле полный аналог вот этого пытались, ну, как бы американцы делают в Силиконовой долине. И что такое стартап? Стартап – это большая часть вот этих вот начинаний, они на самом деле накрываются. То есть, ну, известно, когда человек открывает бизнес новый, какую-то вот новую компанию решил открыть и так далее, то, как правило, эти стартапы закрываются в течение года, там 80% всех открывшихся компаний через год закрывается. Вот. Со стартапами это еще больше, значит, процент. Вот. Но в чем там кайф? В том, что остальные-то продолжают работать, как бы, ну, более-менее. И 1 или 2% из тех предприятий, которые открываются, они стреляют так, что дают там стократную прибыль. И на этом все и рассчитано. То есть, смотрите, если 1% из 100, каждая, ну, одна компания из 100 стрельметов в 100 раз, то, соответственно, это окупит все 100, которые прогорели. А прогорают далеко не все. Поэтому вот стартапы – это очень такая интересная вещь. Это по-другому называется венчурные инвестиции. То есть, венчурные – это как бы, ну, рискованные, высоко рискованные, но, с другой стороны, они обещают высокую доходность в случае удачи, в случае успеха. И самое главное здесь что? Самое главное здесь отобрать именно те стартапы, которые дадут большую прибыль. Этим и занимался банк, этим занимались инвесторы, конечно же, потому что они вдохновлены, например, ну, там, результатом Амазон, который, значит, из ничего, из какой-то, ну, торговли книгами, интернет-магазина по торговле книгами вырос в крупнейшую компанию в мире, вообще говоря. Вот, поэтому, конечно же, инвесторы со всего мира буквально, они вкладываются туда, и у банка были вкладчики. И теперь смотрите, что делал банк. Ну, банк, во-первых, значит, ну, во-первых, он финансирует вот этих вот стартаперов, во-вторых, значит, этот банк, ну, как бы, ну, как банк, там есть вкладчики и так далее, есть акционеры, и у каждого банка есть резервы. Вот в чем основная суть. И что такое резервы? Резервы – это те деньги, которые на всякий случай отложены в банке. И они должны быть отложены где? В максимально, максимально безопасных активов, которые вот уж точно не подведут, не пролетят. Вот это вот очень-очень важно. То есть активы, в которые вкладывают банки, как бы, инвесторы, они должны быть абсолютно надежные. А какие активы у нас абсолютно надежные? И если вы посмотрите вот любые, значит, западных аналитиков и так далее, финансистов, они вам любой скажут, что самые надежные активы – это что? Это трежерис. То есть это, ну, грубо говоря, ОФЗ в России есть такие государственные облигации, в США есть облигации федерального займа, то же самое, то есть они называются трежерис. То есть это, ну, долгосрочное обязательство казначейства США. И чем длиннее срок этих обязательств, то есть они говорят, что вот это вот точно будет погашено, точно вот никогда не прогорит. Это облигации, значит, государства, это облигации США, которые гарантируются, вот вообще вот все-все-все гарантируются. Поэтому что делает банк? Банк, значит, закупил, то есть большую часть своих активов, резервов, ну, которые есть, значит, там, ну, как бы, для того, чтобы финансировать у банка, естественно, есть резервы, он большую часть этих резервов разместил где? В самых надежных активах, то есть в трежерисе, причем в трежерях долгосрочных, 20-летних. И что случилось в последнее время? А вы знаете, что там год, уже два, наверное, назад, да? Случилась пандемия, то есть вспышка ковида. И вы помните, что происходило в это время, значит, всех на карантин, значит, там никого, значит, там, ну, как бы ограничить, контакты всех. И людям-то надо что-то кушать. И люди ушли на карантин, значит, там, ну, дома сидели. А правительство США сказало, мы будем заботиться о людях и будем выплачивать им, значит, там деньги, чтобы они не грустили. Вот. И выплачивали деньги абсолютно всем, там, прям вообще без разбору. И их всегда приводили в пример, как правительство, которое заботится о людях. К чему это привело? Это, значит, что происходило, фактически, это происходило просто печатный станок включили, и он работает. Он работает, и американцы смотрят, и никакой инфляции, значит, можно еще включить станочек. И они включили станочек еще больше, инфляции нет, и так далее. А потом инфляция как жахнула, вот в этом году. И что делать? Американцы столкнулись с невиданной ранее инфляцией 8% годовых. То есть, они хотели добиться инфляции 2% годовых, у них целевая, как бы, цель была, потому что у них цены давно не росли. А тут 8% годовых растут цены. И это, естественно, значит, надо останавливать как-то. И что останавливать? Значит, когда была пандемия, ФРС печатала деньги в неограниченном количестве. Что надо делать, чтобы остановить инфляцию? Надо сократить денежную массу, то есть перестать печатать. То есть, деньги должны, ну, стать дороже. И, ну, как делает банковская система, современная теория говорит, что надо повышать ставку рефинансирования. Вот, или ключевую ставку, там, ну, как бы, вот, ставка ФРС. И ФРС начала очень достаточно резко повышать эту ставку. К чему приводит повышение ставки? Смотрите, повышение ставки, рефинансирование автоматически ведет к удорожанию кредитов, к удорожанию всего. И к повышению ставки, естественно, тоже и по депозитам. И у людей возникает ситуация, да, и повышение ставки, это значит, деньги дорожают, у корпораций не хватает денег, вернее, корпорация, когда идет за кредитом какая-то, компания, идет за кредитом, а в Америке все привыкли жить в кредит. И очень много компаний таких вот, вообще пустышек, которые просто берут кредит, да, и вкладывают его куда-то, ну, в те же самые трежерис, там, под более высокие проценты или под какие-то корпоративные облигации, то есть они берут огромные кредиты и покупают облигации, у которых процентная ставка по тем облигациям выше, чем ставка кредитования, и все, и ничего не надо делать. Все было бы хорошо, если бы не началось повышение ставки. А что это значит? Это значит, что срок кредита подходит к концу, например, да, ну, для компании какой-то сторонней, срок кредита подходит к концу, как компания, так сказать, что делает, как гасить кредит, надо взять новый кредит, она идет за новым кредитом, а новый кредит под большие проценты. Компания говорит, не, я так не могу, а им говорят, ну, значит, нет, или вообще не дают кредиты. И возникают вот ситуации с банкротством. Почему, да, и что происходит вот с этими самыми трежерями, про которые я начал говорить, которые 20-летние, что такое 20-летние облигации? Через 20 лет они будут погашены по номиналу. Ну, они-то были куплены как раз вот тоже по номиналу буквально, то есть там вот деньги сохранятся точно совершенно. Но для того, чтобы получить этот номинал, сейчас-то ставка, ну, повыше, а по облигациям ставка не меняется, купонная. А что меняется? А меняется стоимость. Поэтому для того, чтобы обеспечить текущую доходность, ну, как бы, если мы хотим продать эти облигации, если мы хотим продать эти облигации до момента погашения, в момент погашения они точно будут по номиналу. Ну вот, нужны срочно деньги. Что нужно сделать? Надо продать облигации. Что мы будем делать, когда продаем облигации? Люди говорят, зачем нам ваши облигации по номиналу покупать, если я могу, значит, ну, сейчас масса вариантов, как вложить деньги, ну, под процент, под больший. И я не буду их покупать. И для того, чтобы вот эта вот продажа стала более-менее выгодной, то продавцы активов, то есть вот этих самых трежерей, они вынуждены снижать стоимость, чтобы соответствовать вот этой самой текущей доходности, которая, так сказать, ставка ФРС поднялась, значит, соответственно, падают самые долгосрочные облигации. И я об этом говорил, когда рассказывал про облигации на своем курсе «Биржа для чайников», я очень-очень подробно про это рассказывал и говорил, что, смотрите, когда ставка максимальная, то надо брать как раз долгосрочные, как раз именно их надо брать. Вот именно сейчас их надо покупать. А банк вынужден их продавать, потому что сейчас именно на эти облигации самая низкая цена, а у него их выше крыши у этого банка. И поэтому банк начинает продавать, значит, там и возникает что? Возникает эффект, ну, как бы положительный обратный связь, то есть чем больше банк продает, а банк-то не маленький, в общем, он начинает продавать, и тем самым опуская еще ниже эту цену. И поэтому, вот у банка возникли проблемы, и, значит, там начинается слух, что все, паника, ребята, значит, там деньги банк перестал выдавать, и так далее, и так далее, значит, банк будет банкротом, и в результате вот сегодня было экстренно заседание ФРС. Вот, ну, как бы вкратце суть этого кризиса. Ну, а вывод какой? Ну, вывод такой, что как раз сейчас и надо брать как раз именно облигации долгосрочные, потому что, ну, вот уже период повышения ставки скоро-скоро завершится, и сейчас вот эти самые долгосрочные облигации находятся на самой минимальной ставке. Вот, и это с одной стороны, а с другой стороны кредиты, ставки по кредитам самые высокие сейчас, и ставки по депозитам, кстати, тоже достаточно большие. Вот, но облигации-то это интереснее, чем депозиты. Вот, и поэтому, поэтому, смотрите, если компания какая-то идет за кредитом, то кредит этот, ну, достаточно дорогой становится для компании. Компании не берут деньги в кредит, то есть деньги дорожают. И к чему это приведет? Это приведет к следующему. Это приведет к тому, что компании не будут брать кредит, и не будут развиваться. И компания скажет, нет, я лучше ужмусь немножечко, и буду потихонечку экономить деньги, как компания экономит деньги, ну, прежде всего, на своих сотрудниках, естественно, потому что, если надо сэкономить деньги, компания просто берет и увольняет сотрудников. Это нормально, и это логично вполне с точки зрения компании. То есть, значит, смотрите, зачем надо следить? Надо следить, конечно же, за повышением ставки ФРС, или ее неповышением, с одной стороны, с другой стороны, за уровнем безработицы, то есть, как только уровень безработицы начнет расти, ФРС перестанет повышать ставку, и начнет ее потихонечку задумываться о понижении ее. Вот какие здесь связи, ну, вот, достаточно популярным языком. Ну, а к чему это приведет, ну, с точки зрения, вот, как это повлияет на нас? На нас это, мягко говоря, никак не повлияет, скорее всего. Почему? Ну, потому что мы живем не в силиконовой долине, мы не стартаперы, или вы не стартаперы, например, да? Вот. Ну, в Америке замедлится финансирование, прежде всего, вот этих вот венчурных проектов, в Америке замедлится технический прогресс, скажем так. Ну, кто-то порадуется, кто-то не порадуется, ну, просто факт остается фактом. То есть, в Америке экономический рост будет потихонечку, ну, замедляться, с одной стороны. Вот. И это после ковида, это последствия ковида, и не в последнюю очередь, поэтому Америка заинтересована, конечно же, в конфликте, скажем, России с Украиной, потому что благодаря этому конфликту Америка получает выгодные контракты на сжиженный газ, на который Европа вынуждена покупать у Америки. Америка просто захватывает этот рынок, потом повышаются цены на различные другие товары. Америка диктует цены, вводит санкции против всех, говорит, покупайте только у нас. И это может являться, ну, косвенным, как бы, вполне себе, ну, говорит о заинтересованности США в продолжении этого конфликта. Не в последнюю очередь, опять же, оружие, значит, сейчас оружейные заводы работают на полную мощность, а кто у нас самый большой в мире продавец оружия? Ни за что не догадаетесь. Раз, два, три, США. Вот кто у нас самый крупный продавец оружия. И поэтому, ну, они на самом деле, вот, ну, как бы, заинтересованы в том, чтобы конфликт этот продолжался, к сожалению. Вот, ну, только так это может отразиться на нас с вами. А уже проявит ли там наши руководства и руководство Украины, скажем, какую-то, ну, разумность, и начнут ли они договариваться, тоже другой вопрос. Ну, как бы, международные корпорации подталкивают их к обратному, к продолжению этого конфликта. Вот. Ну, что еще я хотел сказать, что, как раз вот сейчас, и надо заниматься как раз стартапами, естественно, и я сейчас вот вообще, так сказать, придумываю новый бизнес немножечко, и новые бизнесы, и стараюсь использовать вот эту ситуацию, которая сложилась, ну, естественно, как-то ее использовать, потому что кризис – это что такое? Это трудности, да, в переводе с китайского, и одновременно и новые возможности. Новые возможности надо искать, и в ближайшее время я хочу вам рассказать о новом, новой бизнес-идее, про которую, значит, которая у меня возникла в голове, а, значит, сейчас это все бурлит так вот очень сильно, и у меня прямо все вот так вот. С одной стороны энтузиазма, с другой стороны, а с другой стороны, сейчас еще как бы снег лежит на улице, кругом зима, и поэтому я никак не могу проснуться от спячки, вот, и никак не могу заставить себя заниматься тем, ну, чем я должен заниматься, но я сам себя вот настраиваю на то, что именно этим надо заниматься, надо строить, конечно же, бизнес, надо строить бизнес в интернете, и, значит, какие самые главные свойства бизнеса, которые, ну, как бы для того, чтобы он был успешным. Это первое, значит, бизнес должен приносить удовольствие и радость, это вот я считаю главные условия, то есть он должен нравиться, во-первых, во-вторых, значит, бизнес должен приносить прибыль, это безусловно, это каждый скажет, да, что, так сказать, капитан очевидность, но третье условие, это бизнес должен быть какой? Эта прибыль должна быть ничем не ограничена, вот, что я хочу сказать, то есть бизнес должен быть масштабируемый, и я придумал такой бизнес, и если вы останетесь на моем канале, и подпишитесь прямо сейчас, и поставите лайк, то вы с огромной вероятностью узнаете о моей бизнес-идее, которую я расскажу в ближайшее время, а если вы поставите колокольчик, то вы уж точно о ней узнаете. На сегодня все, лайк, подписка, и до встречи. С вами был Демитков Юрий.